Ковская. Здравствуйте, Андрей Андреевич. У меня такой вопрос, что такое интуиция? Существует ли она? Если да, то как ее отличить от иллюзии? Возможно ли ее развить, как правильно распознавать? Когда у человека происходит дежавю, это предупреждение. Поэтому в случае, если у вас происходит дежавю, что вы что-то видели, что-то уже происходило, это говорит о том, что вы должны отнестись с опаской. То есть притормозить и после этого ожидать, что что-то может произойти не так. Когда человек может предсказать событие, он как бы понимает, что это событие должно произойти, то это обычно предупреждение. А в случае, если у человека появляется интуиция, то это выглядит следующим образом. Когда вам человек говорит что-то, и после того, когда он вам что-либо сказал, у вас появляется восхищение, после этого появляется желание что-то сделать, как хотел человек, то вы попали на манипуляцию, а это не интуиция, а манипуляция. Что такое интуиция? Это когда человек утром просыпается и говорит, не нужно мне никуда выезжать, я буду дома лежать. Вот это может быть интуицией, нужно ли ее развивать? Дело в том, что у людей есть вот такое животного происхождения, элементы этой интуиции. Мантра, которая может развить или помочь, это мантра, анимахом, анимахом. То есть, когда человек произносит такую мантру, анимахом, анимахом, на вдохе и на выдохе, он развивает свою интуицию. Но может ли интуиция помочь выиграть лотерею? Нет. Может ли интуиция помочь человеку не совершить какие-то ошибки? Нет. Это буквально как первородное ограничение для зайчика, который может интуитивно понять, что вот-вот его ожидает опасность. Когда у человека появляются вот такие чувства опасности, не нужно выезжать, не нужно поворачивать, не нужно покупать, то это работает как элемент предохранения, который помогает человеку жить более счастливо. Опять-таки, здесь нужно рассматривать человека как ячейку жизни, который может жить по принципу страдания и получения духовности при помощи этого страдания, или радости и получения радости, и тогда интуиция тоже в этом случае работает по-разному. Так, человек, который выбрал путь в своей жизни получения радости, его интуиция может подсказывать, не делай так, потому что это будет ограничивать радость. А для другого человека, который живет по принципу страдания, то есть это плохо, эти плохие, эти какашки, мне надо бороться, мне надо там бояться и так далее, то для него интуиция будет наоборот ограничивать его возможность прийти к состоянию страдания. Поэтому необходимо определить, на какой вы стороне, на стороне все-таки получения радости от жизни, или на стороне все-таки получения страдания от жизни. Если вы на стороне получения страдания, развивать интуицию не нужно, а если радости, тогда конечно.